Студенческая весна Юрченко София Первый студент-медик, которого наконец отпустила учеба Ну что ж, пожалуй, начнем? Набег химиков чуть не взорвал югу Какая валентность у гелия и что вообще такое гелий Ты узнаешь из сюжета Валерии Кудрявцевой Главный эксперт конкурса «Славим человека труда» Валерий Лунин приехал еще за день до торжественного открытия Президент химического факультета МГУ встретился с Татьяной Дмитриевной Карминской И ведущими химиками нашего вуза Обсудили проведение конкурса и перспективы развития химического направления в Югорском университете Также профессор поделился опытом подготовки школьников в воскресных классах химии И рассказал об авторских разработках, которые могут с успехом применяться в Югре Поделился и своими ожиданиями от конкурса В любой области деятельности, прежде всего, человек должен быть профессионален А в химии особенно Почему? Силы специфики профессии Мы почти 20 лет назад собрались в деканах химического факультета университета России У нас в Московском университете И я предложил, чтобы мы создали клятву химика Которую принимали ребята, поступающие на первый курс химических факультетов Классических университетов России Поскольку человек, владеющий хорошо фундаментальными знаниями химическими Экспериментальными навыками Может принести гораздо больше вред, чем медики И вот уже все эти годы Ребята принимают эту клятву Это как бы нравственная составляющая Всего нашего Нашей системы образования химического Также и здесь Я думаю, что вот Этот замечательный конкурс Он первый такой у нас в стране Профессиональный Ребят проявят себя На должном уровне Я с удовольствием Прямо в этом участие Торжественное открытие прошло в формате телемоста С югорском и на путственных слов почетных гостей Федеральный этап конкурса «Славим человека труда» Уже в третий раз проводится на площадке Югорского университета В предыдущие годы он проходил среди экологов Теперь эстафету приняли химики Как любой конкурс, а тем более профессионального мастерства Он состоит из теоретической части И, конечно же, практических навыков И именно в результате конкурса определяется и уровень знаний, и уровень компетенции, и уровень научения, то есть умений И поэтому это та площадка, которая дает как нам, участникам в виде образовательного сообщества Чтобы понять, насколько мы правильно учим, так и производственникам, насколько кадровый потенциал работников соответствует сегодняшним требованиям 14 конкурсантов из 5 субъектов России И все они готовы бороться за звание лучшего лаборанта химического анализа Сам конкурс состоял из двух этапов Теория, которая включала в себя 30 тестовых заданий и 5 задач И практика, калибровка мерной посуды и визуальный метод определения кислотности в соке Я думаю, что я совсем справлюсь, не с теорией, может быть, а потому что я в колледже учусь, мы, возможно, все не проходили, то, что там будет А так с практическим заданием я справлюсь, ну, 100% Торжественное награждение и подведение итогов конкурса проходило в органном зале Югра Классик С отрывом в 31 балл лучшим лаборантом химического анализа в номинации начинающей лаборанты стала студентка Югорского университета Мария Панарина Победу девушка посвятила своим преподавателям По ее словам, именно благодаря им она смогла достичь таких высоких результатов Эти конкурсы для меня лишний повод убедиться в том, что я хороша в своей профессии, что я выбрала не случайно, а это мне нравится Это у меня хорошо получается, и поэтому я думаю, что каждый, кто обучается на химии и считает себя хорошим специалистом, профессионалом Должен как минимум раз попробовать себя в таких конкурсах И периодично участвуя в таких конкурсах, поддерживаешь свой уровень знаний, уровень навыков на заданной планке И повторяешь что-то, потому что знания все равно со временем развеиваются А находясь постоянно в этом напряжении, чувствуешь себя выдавчиком А победу в категории профессионалы завоевала сотрудница компании «Газпром Трансгаз Югорск» Наталья Юровских Эмоций множество Это было очень ответственное для меня мероприятие Готовилась я его не один, не два дня Это второй уже мой конкурс за последние два месяца И достаточно, как сказать, тяжело Ну, практическое задание – это наша работа, там ничего такого сложного не было Но на теории пришлось, как говорится, подумать Потому что теория, практика, маленечко – это для работающих людей, это совсем же две разные вещи Ну, старались, видимо, удачно Те участники, что не смогли одержать победу, говорят, что это не повод расстраиваться Ведь каждый из них получил ценный опыт и освежил в памяти старые знания Валерия Кудрявцева, Елисей Кузнецов Специально для твоих студенческих новостей В ЮГУ снова состоялся диалог на равных С кем на этот раз? Генерал-майор полиции Василий Романица ответил на вопросы студентов Подробнее в сюжете Лолиты Галь Диалог на равных с генерал-майором полиции Василием Романицей состоялся в ЮГУ 16 марта Василий Романица – начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации По Хантамансийскому автономному округу ЮГРе Смотрю на молодой певице, мне кажется, что вчера где-то студентом был, может быть, школьником где-то Насколько время быстро бежит и находясь где-то в вашей роде Себе может быть сложно представить, что на этой сцене можно оказаться генералом через определенный период времени, да? Василий Иванович начал встречу с рассказа студентам о том, какой путь он преодолел от сержанта до генерал-майора Также он рассказал о роли полицейского в России сегодня Ни одно направление жизнедеятельности нашего населения не обходится без поддержки и без роли полицейских Это, прежде всего, охрана общественного порядка, обеспечение в полном объеме, во всех направлениях Обеспечение правопорядка, жизнедеятельности наших граждан Безопасности личной безопасности, имущественной безопасности, как наших граждан, так и организаций и предприятий Взаимодействие с другими правоохранительными органами в целом комплекте, который есть, в том числе правоохранительным блоком касается и прокуратуры, и ФСБ, и Следственные комитеты, МЧС, и ряда других ведомств, которые отвечают в полном комплексе за безопасность нашего государства. Во время встречи генерал-майор по просьбе студентов сформулировал свое определение понятию героизм и рассказал, как часто сотрудники полиции совершают героические поступки. А Карминская Татьяна Дмитриевна сообщила студентам, что Василий Иванович еще и здорово поет. Я считаю, очень большая польза, причем для всех, потому что, вот я даже сегодня задала вопрос, потому что я была тронута, когда была на концерте, дню милиции посвященной, и Василий Иванович исполнял песню в их хоре, потому что вы поверьте, что мы живем одной жизнью, и очень важно нам понимать друг друга, а как без контакта можно понимать друг друга, поэтому эта встреча очень важна. Когда Василий Романец ответил на последний вопрос студентов, он пригласил желающих на день открытых дверей в полицию. Также сообщил, что их структура рада новым сотрудникам в лице студентов Югорского государственного университета. Встреча крайне интересная, во-первых. Во-вторых, она значимая, полезная, вот самая важная, полезная для моего дальнейшего жизненного пути. То есть я учусь на юриста, и это для меня с профессиональной точки зрения уже полезно. И как просто для личности, то есть побеседовать с человеком, который чего-то добился, который достиг какого-то успеха, также крайне полезно. Лолита Гальт, Елисей Кузнецов. Специально для твоих студенческих новостей. Весенние витаминов, что ли? Вы чего такие поникши? Где радость? Где драйв? Весна же! Если вы не заулыбаетесь от конфет Арины, я вас защикачу. Че, не захотели, да, с нами общаться? Убегаете, боитесь камеры. А мы наши новых людей. Ха! Вот тут, в Академии. Пойдемте узнаем, что они нам будут говорить. Привет. Слушай, мне кажется, ты какая-то немного грустная, такая вялая. А ты делаешь разминку утром? Да, иногда делаю. Давай тоже разомнемся? Давай. Раз, два, три, четыре. Головой покрутили, покрутили. Приседать будем? Давай. Хоп! Исчезли. Появились. Обязательно делаю зарядку каждое утро, но вялая я сегодня, потому что была сегодня физкультура. Сегодня делал ноги, поэтому очень сильно устал, но обычно после зарядки я всегда бодрый и веселый. А как зарядку ты делаешь? Ты можешь показать? Конечно. Самые простые упражнения это начинаем с шеи, потом руки, ноги, ну и зарядка для остальных суставов, как обычно все. Молодец! Мы встаем с кровати, это уже зарядка. Да, это большой подвиг, встать с кровати. Как вы встаете с кровати? Покажите мне. Двумя ногами. Руками. Руками. Как получится? Иногда кубарем. Просыпаться мне по утрам тяжело, а зарядку я не делаю. Почему ты не делаешь зарядку? Потому что я поздно встаю. Надо вставать на 5 минут пораньше и делать зарядку. Но так как лекция у вас скоро начнется, у нас тоже немного времени, давай хотя бы что-то сделаем, давай. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Я прям чувствую прилив сил, а ты? Я даже чувствую. Где бы ты хотела оказаться сейчас больше всего на свете? Помечтай. Наверное где-нибудь в горах, чтобы ходить, гулять, путешествовать. Не знаю. А на лыжах бы каталась? Нет, я не умею кататься на лыжах. Подальше отсюда. Мне без разницы. В Англии. Лондон. Ничего себе, она избирательная. У нее получше мечты, чем у тебя, извини. В данный момент, наверное, я хотел бы побывать... Точно не могу сказать, но точно могу сказать, что хотел бы побывать как можно больше в разных странах. А вот сейчас где бы ты хотел оказаться? В данный момент, наверное, сейчас хотел бы оказаться у себя на родине. В Нижегородской области. Ой, далеко тебя закинуло же, однако. Не знаю даже. На Мальдивах. Где-то в теплой стране. Нормальный. Почему никто не хочет остаться в меди? Очень странно. Не, ну так-то... Медит охота остаться. Ну, отдохнуть, допустим, тоже охота. Я бы сейчас хотела оказаться, конечно же, дома с родителями. Тоже дома-дома прям? Дома-дома. В ванной бы лежала, да? В ванной бы лежала, гуляла по городу, лежала, проспала. Ох, сон, в ванна. Мечты-мечты. Еще я знаю, что лучший способ расслабиться — это обнимашки. Обнимашки? Обнимашки! А знаешь, какой лучший способ отдохнуть и расслабиться? Смена деджилища? Нет, обнимашки! Обнимашки. Че, я бы стою? А знаете, какой лучший способ расслабиться? Обнимашки. Обнимашки! Наш выпуск подходит к концу, и кажется, стало теплее. Но это еще не значит, что можно сменить зимнюю одежду на резиновые сапоги и зонтики. Давайте же поможем весне своим солнечным настроением, теплыми улыбками, просмотрами, репостами и лайками. Всем пока! Omnes, Salmus, Volumus! Субтитры сделал DimaTorzok